Добрый день. Хотел бы немножечко рассказать о ситуации, которая сложилась у нас в городе с ООО «Чистый город» по вывозу мусора. На территории города Красный Муч у нас расположено 111 контейнерных площадок. Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых отходов в нашем городе является ООО «Чистый город», который с 2011 года в нашем городе осуществляет свою деятельность. Я думаю, все жители уже с этим предприятием знакомы, уже заключенные договора на протяжении многих лет проплачивают, сообщаются с собой над делом, обращаются с жалобой. Ну, то есть уже с 2011 года, я думаю, жители познакомились с этим предприятием. На момент начала своей хозяйственной деятельности в предприятии «Чистый город» находилась спецтехника, которая обслуживала город. Это были такие спецавтомобили МАН. Они работали под евроконтейнера. По состоянию на 2014 год, на начало военных действий, так получилось. Сейчас мы не знаем, как это произошло, но, тем не менее, руководство предприняло меры и две единицы спецтехники МАНы вывезли за пределы нашей республики. И на сегодняшний момент в предприятии «Чистый город» осталась одна единица техники, которая обслуживает по евроконтейнерам весь город. Ну, это наряду с частным сектором, который есть другой там транспорт, и контейнеровозы, которые боковой загрузкой. Руководство администрации города неоднократно проводило встречи с руководителем, с Протасом Олегом Валерьевичем, по вопросу качественного предоставления услуг. Потому что вы прекрасно понимаете и знаете, что происходили частые срывы, несвоевременный вывоз, накопление мусора на контейнерных площадках. Ну, это и сейчас такое происходит. И мы неоднократно встречались, неоднократно разговаривали, пытались объяснить, рассказать, что мы хотим от него. Но для нас одно единственное желание для того, чтобы выполнялся контракт, для того, чтобы своевременно и качественно возникли твердые бытовые отходы, и не было накоплений на контейнерных площадках. Это было единственное и основное требование при всех наших встречах. Поэтому руководство города неоднократно ему это замечало и ставило на вид. Кроме этого, у нас был поставлен на жесткий контроль работы этого предприятия и поручено нашему управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации контролировать выполнение работы. В связи с сложившейся ситуацией в конце декабря по вывозу мусора, вы все прекрасно знаете, но так совпало. У нас были проблемы и выпадения больших осадков, и отключения электроэнергии. И так совпало, что у них, у чистого города, произошла поломка этой единственной единицы спецтехники МАН. И в этот раз ремонт, я не знаю, там дара стоящий или нет, но тем не менее он затянулся на более двух недель. Что привело к накоплению не только на контейнерных площадках, но и рядом с ними уже образовалось большое количество мусора. В руководственной администрации была привлечена дополнительная техника, которая привлекалась для уборки этих контейнерных площадок, для того, чтобы потом МАН мог забирать уже контейнера и вывозить мусор. И такие работы уже продолжаются в течение, там, на третьей минуте, уже около трех недель. Мы продолжаем привлекать технику, предоставляем ее чистому городу, для увеличения объемов по вывозу этого мусора, накопившегося. Уже сейчас такие работы проведены по улицам Лончарского, Вольного, Ковпака, Хасаново, Студенческая, Зиньковецкая. На сегодняшний день уже начаты работы по третьему микрорайону во дворах, потому что во дворах огромное скопление мусора. В первую очередь были убраны контейнера и площадки, которые находились вдоль дорог, которые были в подъезде, где основные движения транспортных срезов были. А потом сейчас начали уже входить во двор и убирать это все. Было вывезено порядка, там, больше 500 кубов мусора. Ну, для примера могу сказать, что когда убиралась площадка контейнерная возле Центра культуры, это площадка Кирова, было вывезено три КАМАЗа мусора. Это более 40 кубов. Это с одной контейнерной площадки, чтобы просто понимали, какие объемы накопившегося мусора. Работы много еще, работы продолжаются, уже КХ это контролирует эту работу. Мы привлекаем всю возможную технику, и именно нужны не только там сделы, а именно КАМАЗы, которые объемные. Потому что, как таковой вес небольшой, а объем скопившегося мусора значительный. После зачистки этих контейнерных площадок там уже проходят маны, уже выходят, будем надеяться, что будет выходить на стабильную работу. Руководителям администрации, управлению ЖКХ и сектору экологии поручен контроль над работой предприятия. Потому что, сами понимаете, экологическая обстановка в городе должна контролироваться и не допускаться увеличения загрязнения окружающей среды. Так, секторам экологии было вручено предписание об устранении и скоплении свалок. Срок выполнения был до 20 января. Все мы прекрасно видим, что не выполнено в том объеме, в котором мы требовали от чистого города выполнение данных видов работы. В связи с чем было направлено обращение в Министерство природных ресурсов для принятия мер реагирования на государственном уровне. В администрации города с 2017 года по предприятию «Чистый город» было направлено 25 писем о нарушении условий выполнения контракта. Если в 2017 году их было 6, в 2018 их уже было 14, в 2019 году мы уже написали 3 письма о том, что контракт не выполняется на должном уровне. Несвоевременно, некачественно вывозятся твердые бытовые отходы. Хочу обратиться тоже к краснолчанам, тоже все должны понимать, что в настоящих условиях сложно найти быстро и сразу инвесторов, которые вложат средства и предоставят свою технику. Учитывая тот факт, что по данным предприятия «Чистый город» снизились платежепособность населения до 30%. Руководство администрации совместно с Министерством ЖКХ работает над выделением не только по мусорной технике, мусоровозам, но и работает еще по выделению техники для расчистки от снега. И также ищут пути решения в этой данной сложившейся ситуации, потому что Министерство ЖКХ тоже знает ситуацию в нашем городе по вывозке мусора и по предоставлению услуг «Чистый город». В связи с чем совместно производится поиск нового исполнителя услуг, более добросовестного, который будет качественно, и выполнять все условия контракта по вывозу твердых бытовых отходов. В администрации работа ведется, и я думаю, что не будет ухудшения экологической ситуации. Мы будем предпринимать все возможные меры, привлекать дополнительный транспорт, чтобы сейчас вывезти все то, что не успел вывезти в «Чистый город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова